Водородные заряды Водородные заряды Водородные заряды В этом виде изделие было помещено в особый железнодорожный вагон. Стенки и крыши вагона разборные. К месту назначения изделие было направлено специальным поездом. При следовании поезда были приняты все необходимые меры безопасности. Для подготовки бомбы к испытаниям и подвески ее к самолету был выбран один из аэродромов дальней авиации военно-воздушных сил, расположенный на Кольском полуострове. Сюда прибыл поезд с изделием. На железнодорожной станции аэродрома хорошо оборудованная погрузоразгрузочная площадка. Все разгрузочные операции производились по намеченному заранее регламенту. После завершения разборки вагона к железнодорожному составу подан автомобильный поезд. Изделие было перегружено на автоприцеп для дальнейшей транспортировки. Проверка и подготовка изделия к испытанию производилась в специальном здании. Здесь детальному и строгому техническому контролю был подвергнут каждый узел изделия, каждый элемент его автоматики. В момент срабатывания заряда имеют значение даже миллионные доли секунды. Поэтому элементы автоматики, телеметрические датчики и передающие устройства должны быть настроены на заданную программу с абсолютной точностью. проверка узлов изделия подходит к концу. Устанавливаются на свои места съемные части бомбы. Закрываются люки. Последний общий осмотр. Снова погрузка на автоприцеп. Бомба подготовлена для вывоза на подвеску. Одновременно с подготовкой изделия производилась подготовка тяжелого бомбардировщика дальнего действия Ту-95, способного нести бомбу весом 26 тонн. Весь корпус самолета и даже лопасти его винтов окрашивали с особой защитной краской, предохраняющей от светового воздействия взрыва. Для определения теплового и ударного импульсов на самолет устанавливаются измерительные приборы. Специально оборудованный самолет-лаборатория должен сопровождать самолет-носителем. На борту этого самолета были размещены приемная радиотелеметрическая аппаратура, самописцы давления ударной волны, осциллографы регистрации мощности взрыва по минимуму свечения. Аппаратура для записи показаний приборов на магнитную ленту. Снаружи крепились кинокамеры для съемок явления взрыва с воздуха. Устанавливались калориметры для замера тепловых потоков. Узел связи аэродрома. В его сооружениях пункт радиотелеграфной связи. Аппаратура для радиотелефонных переговоров. Автоматическая радиостанция одна из самых мощных на севере нашей страны. Все это позволило организовать систему надежной дублированной связи между пунктами, обеспечивающими проведение испытания, которые находились на значительном расстоянии друг от друга. Государственный испытательный полигон номер 6 Министерства обороны СССР, на котором должен был производиться взрыв бомбы, расположен на новой земле. Район Белушья и Губы основная база полигона. Здесь размещаются штаб, научные подразделения, лаборатории и вспомогательные службы. На период испытаний в Белушье была сосредоточена группа судов морского обеспечения. Объединенный командный пункт руководства испытанием находился в подземном сооружении. Здесь большой радиотелеграфный и радиотелефонный узел. Его задача входила поддерживать двустороннюю связь с пунктами, расположенными на территории полигона, с аэродромом на Кольском полуострове, с самолетом-носителем во время его полета. Расстояние от командного пункта в Белушье до опытного поля двести шестьдесят километров. Значительно ближе находилась площадка Д-8. От нее до опытного поля девяносто километров. Эта площадка использовалась для подготовки и управления автоматической измерительной и регистрирующей аппаратурой, размещенной в районе взрыва. Средством сообщения между площадкой Д-8 и опытным полем служили военные корабли. Оперативные переброски производились на вертолетах. Площадка для сброса бомбы была выбрана в той части Новой Земли, где характер местности создавал наилучшие условия безопасности взрыва. В задачу испытания не входило изучение разрушительного действия ударной волны. Поэтому мы не видим в районе опытного поля специально воздвигнутых зданий, а также какой-либо военной техники. Вместе с тем, здесь было размещено большое число самой разнообразной аппаратуры для регистрации и измерения параметров взрыва. В 17-20 километрах от центра площадки в наземных металлических сооружениях устанавливались фотокамеры. Киносъемочная и регистрирующая аппаратура. На расстоянии двух километров в подземных сооружениях была размещена аппаратура, фиксирующая процесс развития ядерного взрыва. Осциллографы записи коэффициента размножения нейтронов. Измерители интервалов времени срабатывания автоматических устройств. заряда. Управление аппаратурой, установленной в сооружениях опытного поля, производилось автоматически по радио. Радиосигналы поступали с площадки Д-8, где в подземном сооружении находился командный пункт службы автоматики поля. Здесь был установлен программный автомат, выдающий команды на поле в нужной последовательности. Как же проходил основной этап испытаний? До взрыва осталось несколько часов. В Белушье начальник штаба полигона принимает доклад о мерах, принятых по выполнению оперативного плана морского обеспечения. В этом плане точно определено, где будут находиться корабли и личный состав полигона в момент взрыва. Подготовка опытного поля закончена. Производится полная эвакуация личного состава и кораблей в безопасную зону. напряженно работает метеорологическая служба. Составляется карта прогноза погоды. Особенно тщательно изучается направление ветров. В боевой готовности служба против воздушной обороны. опасный район покидают последние суда. Принято решение подвесить изделие к самолету-носителю. подвеска бомбы такого размера и веса не совсем обычное дело. но на аэродроме к этому хорошо подготовились. Производится осмотр изделия. Особенно тщательно проверяется укладка парашютной системы. От надежности ее работы зависит безопасность экипажа самолета-носителя. Для подвески бомбы созданы специальные подъемные устройства. Подъем изделия к самолету идет плавно и равномерно. Размеры бомбы не позволяют разместить ее в бомболюке самолета. Поэтому она закрепляется снаружи под фюзеляжем. заседание государственной комиссии по проведению испытаний. Производится оценка общей обстановки складывающейся в районе испытания к назначенному времени взрыва. Окончательно уточняется трасса и условия полета самолета-носителя. На новой земле еще раз проверяются условия безопасности от последствий взрыва для районов расположенных вне территории испытательного полигона. Анализ данных из которых складывается общая обстановка к моменту взрыва дает уверенность в том что распространение ударной волны будет ограничено а зона возможных разрушений в земной поверхности минимальной. Утро 30 октября Носитель готов к старту Последний инструктаж экипажей Командный пункт аэродрома Приближается время старта Разрешен запуск моторов Заработают турбовинтовые двигатели Взлет разрешен Следом за носителем в воздух поднимается самолет-лаборатория Самолет-носитель с подвешенной к нему особо мощной водородной бомбой набирает высоту За ним ведется неослабное наблюдение из различных пунктов на земле С экипажем поддерживается непрерывная двусторонняя связь Десятки локационных станций противовоздушной обороны следят за общей обстановкой в воздухе высота 10500 метров экипаж самолета-носителя отлично подготовлен к выполнению ответственного боевого задания на параллельном курсе самолет-лаборатория Точно следуя намеченным курсам самолеты приближаются к новой земле Теперь управление полетом и связь с самолетами передается командному пункту полигона Сюда поступают доклады экипажей о ходе полета Отсюда по условным таблицам передаются команды на самолет-носитель Носитель вышел на боевой курс Цель видна Управление сбросом бомбы переводится на автоматику Сигнал сброс На Д-8 включается программный автомат аппаратуры опытного поля Сброс Экипаж одевает защитные очки Программный автомат принял сигнал сброс и выдает команды запуска аппаратуры опытного поля Точно по расчету сработала парашютная система Бомба приближается к точке взрыва Высота 4 тысячи метров Осталось 3 секунды 2 1 0 Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса Вспышка и последующие свечения несмотря на сплошную облачность были видны в радиусе до тысячи километров Пылевой столб поднимающийся с земли быстро увеличился в объеме Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров В это же время с самолета находившегося в 250 километрах от точки взрыва был виден огненный купол из раскаленных продуктов взрыва Он медленно поднимался вверх увеличиваясь в объеме Максимальный диаметр купола доходил до 20 километров Пронизав несколько слоев сплошной облачности огненный купол через 40 секунд после взрыва достиг высоты 30 километров С этого момента началось постепенное превращение купола в грибообразное облако Увеличиваясь в размерах облако медленно поднималось вверх В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров Его диаметр равнялся 90 километрам В дальнейшем облако начало утрачивать грибообразную форму В этот период диаметр диаметр его основания был равен 70 километрам а диаметр ножки 26-28 километров При возвращении на аэродром экипаж экипаж самолета носителя наблюдал облако взрыва с расстояния 800 километров Через несколько часов после взрыва на опытное поле вылетел вертолет радиационной разведки В район опытного поля вышли корабли с испытательскими группами а вот и опытное поле перед посадкой вертолета проверка на радиоактивность даже в самом центре площадки она оказалась незначительной испытательским группам полигона разрешен выезд в поле вспомним как выглядело опытное поле до взрыва теперь его вид сильно изменился на десятки километров вокруг опаленное взрывом земля разбиты входы в подземные приборные сооружения на основе даже самых предварительных данных стало очевидным что произведенный взрыв является рекордным по своей силе вместе с тем выбранная высота и метеорологические условия в момент взрыва в несколько раз уменьшили предполагаемую зону воздействия ударной волны в эту зону входил ряд населенных пунктов ни в одном из них не было отмечено каких-либо существенных последствий взрыва в то же время в даже наиболее отдаленных от опытного поля пунктах были отчетливо видны вспышка взрыва длительное свечение и был слышен звук пришедшей ударной волны вся регистрирующая измерительная аппаратура на опытном поле сработала нормально полученные данные позволили определить фактическую мощность взрыва характер ядерной реакции точность срабатывания автоматики изделия и ряд других факторов испытание особо мощного водородного заряда имеющего ряд новых конструктивных особенностей подтвердило что Советский Союз имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью 50 100 и более мегатонн мегатонн Продолжение следует... 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 Продолжение следует...